ДВХАП.РУ Эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Колхозы и колхозы. И сегодня фермеры, часть убегают и не знают, что делать. Работают китайцы у нас на нашей земле. Мы видим, что они сотворили... У нас не было же безработицы, правильно? А сегодня такая безработица. А уровень жизни с каждым годом все хуже, хуже и хуже. Все переживали всякие предательства и все, что хотят. Но рано или поздно народ поднимался и изгонял и захватчиков, и всяких других. И дальше будет выживать. Я уверен, и прогонят все, кто сидит на шее у народа. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется секретарю областной комсомольской организации Смоликову Вячеславу. Если вздумайтесь, в день. У него только премия 360 миллионов. А зачем ему столько денег? Поэтому надо всегда разговаривать со своими знакомыми, требовать от власти, в конце концов проводить политику социальной справедливости. Что касается нашей области, вы знаете, что у нас почти 20% сел на грани вымирания. С населения меньше 100 человек. То есть почти каждое пятое село. Из всех населенных пунктов. То все природные ресурсы, которые находятся на Дальнем Востоке, мы не используем, а использует центральная полоса России. Москва, в первую очередь Московская область и все остальное. Последняя справка была по газификации нашей страны. Значит, Приморья ноль, газификация Амурская область ноль, газификация Пиробиджан, Еврейская область ноль. Администрацию, значит, под лозунгами «Мир, труд, май» повели трудовой народ к своему будущему. А между тем, профсоюзы наши, так все нормально. Между тем, наши профсоюзы совершенно недавно отметились в такой не очень хорошей акции. Буквально вот накануне 1 мая в культуре, в санатории, который принадлежит Федерации независимых профсоюзов России, едва не выселили на улицу, значит, около 20 семей. Им предложили маневренный фонд на шестом этаже.